Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Ну что, я сегодня хочу вам рассказать о том, для чего я делал вот эти вот кормушки пули. Ну понятно, что они в первую очередь предназначены для фидерной ловли и для заброса на дальние расстояния. Так, конструкция, которую я увидел на рыбалке, способствовала тому, что я решил сделать это видео. Значит, вот можно сделать два варианта. Этот вариант идет с противозакручивателем, а второй вариант вот с таким вот противозакручивателем. Так, давайте, наверное, сделаем ее. В данном случае давайте возьмем вот такой вот противозакручиватель. Потому что такой противозакручиватель есть, я так думал, что везде. Так, сюда мы поставим. Стопорок, чтобы не разбивался в узел завяженного. Очень мне нравится вот эта леска желтого цвета. Особенно ночью, когда направляешь на нее фонарик, ее очень хорошо видно. А это немаловажно, когда ты видишь, где у тебя находится снасть с рыбой. Значит, с этой стороны отрежу. Беру эту леску, чтобы она не мешала. С другой стороны я тоже поставлю стопорок. Для чего, чтобы наш противозакручиватель не переходил на основную врезку. И чем это надо. Вот так вот. Смачиваем. Получилась наша снасть. Теперь вот сюда, на этот вертляжок, я ставлю фидерган. Потому что леска будет на поводках 0,18. Все-таки леска тоненькая. Рыба может попасться любая. Значит, здесь как. В разные стороны. Просто закручиваю. Делаю такую косичку. Сантиметров 10-12. На конце узелок. Узелок. Так... Лишнее обрежу. И теперь... Сюда в этот вертлюжок. Вот так вот получился петля в петлю узел. Возьмем силиконовую трубочку, пыльник так называемый, Возьмем кусочек лески и сделаем следующий, нацепим этот пыльник туда. Получается вот такая штука, вот она наша снасть, видно да, вот смотрите, противозакручиватель, тут этот пыльник и дальше идёт фидергам. И уже к фидергаму мы делаем поводок. Но опять же, интересный был поводок. Вот леска, где-то сантиметров, наверное, пятьдесят. Здесь мы сделаем тройной узел. На такой длины у нас будет поводок. Так, это мы отрезаем. Отставляем сразу поводок, чтобы потом было проще вязать крючки. Тоже петля в петлю. И теперь самое интересное. Значит, делается три поводка. Смотрите, только у нас поводок. Вот этот поводок будет где-то у нас здесь вот. Привязываем поводок один. Один. И три. Сделаем три угла. Смачиваем. У нас здесь будет один поводок. Так, один. Тут дальше будет второй. Так, тут дальше будет второй. Здесь днем снять крючок на сайте. Анатоларом, это где-то где-то здесь. Анатоларен. Ч agingым голову были анимательны. Итак. То, останьте. Зимнить. случаем а третий у нас будет вот здесь на самом конце без всяких теперь крючок берется маленький крючок ранечный но такой крючок как я уже не раз говорил и убеждался он выдержит и карпа потому что с на такой мелкий крючок карпа цепляет не за губу он просто-напросто глотает полностью достать его потом тяжело выдерживать он выдерживает сам причем второй крючок а здесь вот снасть мне понравилось тем что ее можно применить вот осенью и весной когда идет ход тарани ход леща в принципе снасть незаменимая также идет как вот на тараничной снасти 3 крючка только плюс фидерам плюс основа прикормка получается как раз идет по следу нашей снасти поэтому работает она изумительно но вот принципе все смотрите что у нас получается кормушка кормушка пылит а за кормушкой идет наша снасть с тремя поводками какая прелесть она будет работать стопудово все все что я хотел показать вот они наши три поводка и наша крючочка вот сама снасть понятно да все будьте здоровы не хвостанье чешуи до новых встреч и